приветствую вас друзья на howfixit сегодня покажу что можно сделать если ваш iphone 10 сильно упал разбилось заднее стекло и сильно пострадал корпус есть много повреждений и вмятин как в случае с этим телефоном и к примеру вы решили поменять полностью корпус тогда у вас есть возможность из вашего iphone 10r сделать смартфон в корпусе iphone 11 этот корпус специально подобен под внутренности от iphone 10r но внешняя задняя крышка такая же как на iphone 11 и в этом видео покажу как полностью разобрать iphone 10r до последней кнопки до последнего винтика и все перенести на новый корпус в стиле iphone 11 но прежде чем мы приступим к разборке перечислю какие инструменты вам понадобятся для этого ремонта первое и самое главное это набор отверток а именно вам необходимо будет 4 типа отвертки далее пластиковый медиатор пинцет а лучше два пинцета один с плоским концом и один с острым а пластиковая лопатка очень поможет безопасно отключить и отклеить шлейфы присоска для снятия дисплея влагоустойчивый стикер для восстановления защиты iphone от пыли и влаги и силиконовые клейки и ленты для батареи на все эти инструменты и запчасти я оставлю ссылку в описании под видео и и последний очень важный и вспомогательный инструмент без которого я не начинаю ни один сложный ремонт это магнитный коврик с его помощью вы можете шаг за шагом раскладывать каждый винтик и за счет своей магнитной основы эти винтики или металлические панельки останутся на своем месте тем более это важно когда в таком телефоне как iphone 10r все винты разных размеров и очень важно при обратной сборке их не перепутать и вкрутить на свое место приступая к разборке не забываем выключить iphone и сразу можно извлечь лоток сим-карты откручиваем два винта возле порта зарядки и переходим к раскрытию корпуса чтобы раскрыть корпус нужно предварительно прогреть поверхность дисплея для этого достаточно будет даже обычного фена особенно хорошо прогревайте нижнюю часть дисплея откуда и начнем раскрытие корпуса вот теперь понадобится присоска для снятия дисплея в паре с пластиковым медиатором фиксируем присоску на нижней части дисплея и тянем за кольцо вверх до появления небольшого зазора между дисплеем и корпусом телефона как только появилось небольшое отверстие продавливайте медиатор и начинайте расклеивать корпус айфона дисплея в iphone 10r не всегда получается легко раскрыть корпус если никак не получается продавить медиатором попробуйте воспользоваться тонкой пластиковой картой также сильно не продавливайте медиатор внутрь телефона чтобы не повредить внутренние элементы и шлейфы все дисплея отклеили корпуса и теперь поворачивайте его в правую сторону то есть раскрываете корпус к книгу можете зафиксировать присоску посреди дисплея и использовать ее как опору теперь переходим к отключению шлейфов дисплея от основной платы и для этого сначала откручиваем все защитные панельки но первоначально необходимо отключить шлейф батареи от основной платы телефона передачи а и и а и и и и и и и и и дисплей сняли, он больше не понадобится так что откладываем его подальше и переходим непосредственно к снятию всех элементов с корпуса iphone 10r начнем разборку с нижней части телефона в процессе разборки смартфона нет ничего сложного главное все снятые запчасти и прилегающие к ним винтики раскладывайте поочередно чтобы не запутаться при обратной сборке все остальное делайте по видео и 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 Динамик в iPhone XR приклеен к нижней части корпуса. Если вы хотите сохранить заводскую клейкую ленту и использовать ее повторно при обратной сборке, прогрейте феном и параллельно отклеиваете динамик. В моем случае не получилось отклеить идеально, но даже это можно использовать повторно. Двигаемся дальше и переходим к материнской плате. Продолжение следует... Когда материнская плата больше не держит шлейф с разъемом зарядки, его можно снять. Шлейф приклеен к корпусу, поэтому снова будем использовать фен. Музыка 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 приклеен к корпусу специальными силиконовыми лентами, поэтому берем пинцент и отклеиваем край ленты. Теперь тяните изоленту ровно в одну сторону. Да, очень часто эти силиконовые ленты рвутся и остаются под батареей, но в этом нет ничего критичного, позже мы ее уберем, но сначала отклеим оставшиеся ленты. Играет музыка Играет музыка Приподнимите батарею и немного продуйте теплым воздухом. Теперь порванная силиконовая лента отклеится от корпуса. Переходим к снятию модуля Face ID. Будьте осторожны с шлейфами, они приклеены к корпусу, их нужно отклеить. Возьмите пластиковый инструмент и аккуратно, не спеша, поддевая снизу, начинайте отклеивать шлейфы. Можете дополнительно прогреть феном, тогда будет еще легче отклеить от корпуса. Все основное уже сняли с корпуса, осталось снять кнопки, катушку беспроводной зарядки и светорассеиватель вспышки. Так что осталось совсем немного и будем все переносить на новый корпус. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Этот шлейф тоже приклеен, поэтому очень аккуратно, не острым инструментом отклеиваем. Продолжение следует... 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 это сделать и самое важное не прибегая к каким-то специальным инструментам которые есть только в специализированных мастерских к примеру в идеале это было бы легко и быстро сделать с помощью фрезера и спилить внутренние свораченные стыки вот и защитное стекло камеры вот и все рамка камеры снята но как видите она немного погнутая но это не проблема железо достаточно мягкая возьмите два медиатора положите между ними рамку камеры и прижимите сверху теперь рамка выглядит вполне нормально ну что же осталось перенести несколько элементов со старого корпуса на новый и технически можно считать что мы переходим к сборке смартфона на новом корпусе вот эти нижние клейки ленты можно использовать повторно если их аккуратно отклеить в моем случае нет новых клейких лент поэтому буду отклеивать со старого корпуса тем более они в хорошем клейком состоянии теперь возьмите пинцет но желательно с не очень острыми кончиками чтобы не проткнуть сеточку достаем пластиковые зажимы из углубления и саму сеточку далее переносим их на новый корпус покажу еще раз как это делается только с другого ракурса выталкивая сеточку будьте очень осторожны чтобы не порвать лучше всего возьмите что-то менее острое утре утре Субтитры сделал DimaTorzok Теперь все то же самое проделываем с другой стороны Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к установке рамки камеры на новый корпус Как можно видеть со старого корпуса на рамке остались сварочные швы, их необходимо убрать Субтитры сделал DimaTorzok Все, а теперь рамка отлично становится в корпус, осталось ее только приклеить Я буду использовать клей B7000, рекомендую использовать такой же Приклеиваю рамку не путайте стороны, иначе придется потом снова все приклеивать И заодно приклеиваем часть, которая фиксирует светорассеиватель Итак, перед дальнейшей сборкой нужно подождать минут 30 чтобы клей немного затвердел А также это отличный повод немного отдохнуть и выпить кофе перед обратной сборкой КОНЕЦ КОНЕЦ Обратная сборка требует повышенного внимания и естественного терпения потому что допустив ошибку, потом может что-то некорректно работать, придется все снова разбирать и выискивать проблему Поэтому будьте внимательны и вкручивайте все на свои места Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот на этом этапе я допустил маленькую ошибку. Не той стороной установил зажим, а фиксирующий дисплейный модуль. Позже я это исправлю, но вы сразу устанавливаете правильной стороной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Яркость фонарика Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для проклейки корпуса и восстановления защиты от влаги и пыли будем использовать специальный стикер Точно такой же тип проклейки используется на заводе при сборке айфона Этот стикер частично восстанавливает защиту от влаги и пыли но вы должны понимать, что это не заводская герметичная сборка и не стоит рассчитывать на 100% защиту от воды и уж точно не стоит этот телефон использовать для подводных съемок Прижмите стикер к корпусу, так он лучше приклеится Осталось установить дисплей и телефон практически собран Субтитры создавал DimaTorzok 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 отлично вместился в корпус и никаких лишних зазоров нет. На задней крышке все так же расположено как на iPhone 11. Если не брать в счет, что вместо нижней камеры в данном случае это фонарик, то внешне его от iPhone 11 не отличить. Я думаю, что это неплохой вариант для замены разбитого корпуса, если не вдаваться в подробности, то по большому счету iPhone 11 отличается от iPhone XR наличием одной дополнительной камеры. Ну что же, на этом все, вы были на HowFixit и до скорого!